Здравствуйте! Вы смотрите новости экономики и предпринимательства в студии Владимир Ильин. Укрепление рубля на международной арене повлияло практически на все сферы островного бизнеса. Особенно это коснулось представителей автоиндустрии. Например, по новому курсу японской приобрести машину в стране восходящего солнца стало дешевле. А вот те, кто отоварился зарубежной техникой во время недавнего падения рубля, переплатили почти на 30%. Как спрогнозировать рынок и подобрать хорошее авто, мне рассказал Павел Стебнев. Предприниматель занимается поставкой и продажей транспортных средств. Подробности в сюжете. В автоиндустрии он уже более 12 лет. Начинал буквально с нуля. Занимался ремонтом, продажей запчастей. Два года назад Павел Стебнев решил расширить дело. Открыл автосалон. Многолетний опыт помог предпринимателю заявить о себе на сахалинском рынке. В его компании каждому клиенту индивидуальный подход. Спустя некоторое время сарафанное радио сделало фирму популярной. За качество товара Павел отвечает лично. Подобрать технику можно на любой вкус и размер кошелька. К этому люди относятся очень с положительной стороны. У нас уже очень много людей приобрели автомобили. То есть они оставляют свой старый автомобиль. Взамен получают новый. Мы перерасчитываем все оценники. Делаем переоценку. Это называется трейд-ин. А старые их автомобили, соответственно, мы продаем. И либо продаем людям, либо они также меняют на более старые автомобили. Ну, кому как. Потому что очень много жизненных ситуаций, по которым они меняют либо в большую сторону, либо в меньшую сторону. Однако, как и в любом бизнесе, не обходится без сложностей. Часть автомобилей Павел приобрел во время падения рубля. Импортная техника обошлась в копеечку. После укрепления отечественной валюты закупочная цена в Японии снизилась. Часть товара придется продать по себестоимости. Сейчас люди, наверное, покупают машины с Японии больше, нежели здесь вторичный рынок. Но, в принципе, мы цены тоже опустили здесь. Поэтому, в принципе, мы сейчас заканчиваем продавать вот эти автомобили и начинаем завозить уже свежие автомобили уже по другим ценам. Трудности владельца автокомпании не пугают. За 12 лет Павел научился выходить из сложных ситуаций. Тем более, что в этот раз предприниматель планирует заручиться поддержкой. Островные представители бизнеса могут получить финансовую помощь на развитие своего дела. Мне знакомые посоветовали центр «Мой бизнес» называется. Там люди дают под маленькие проценты деньги. Я хотел бы вложить все эти денежные средства в этот большой проект. На полученные от государства средства он планирует увеличить количество автомобилей и запустить дополнительную рекламу. А следующий герой нашей программы уже успел воспользоваться мерами поддержки. Благодаря помощи от центра «Мой бизнес» он смог ускорить развитие своей компании. Дмитрий Волк основал фирму по прокату автомобилей. В организации можно арендовать транспорт для повседневных поездок и представительских встреч. Подробности в следующем сюжете. Здравствуйте, Дмитрий. И сразу первый вопрос. Это все автомобили ваши? Да. А сколько их всего? 25. Расскажите мне, пожалуйста, как сделать так, чтобы у меня было 25 автомобилей своих собственных? Да. Работать с утра до ночи очень долго, очень много. И успех будет и придет. В каком году начинали бизнес? В 2017 год. Вот на сегодня компании более пяти лет. И какие первые шаги были? Какой первый автомобиль? Наверняка помните все эти нюансы. Да. Первые два автомобиля были куплены в Toyota Center. Это была Toyota Camry и Toyota Corolla. Потом Camry в Владивостоке, потом Camry в Хабаровске, потом Alphard в Владивостоке. И вот так все пошло. На свои деньги покупали? Немножко на свои, немножко на заемные, да. А где занимали? Мой бизнес. А почему именно там? Минимальный процент, требования вполне себе адекватные и как бы подъемные. А как в голову вообще идея пришла сотрудничать с центром «Мой бизнес» и с чего начали? Я, кстати, услышал от знакомого, что есть такая организация, которая помогает предпринимателям развиваться. Ну и все, пошел, посмотрел, подал документы. Ну, для того, чтобы взять там кредит, компания должна быть честной, с оборотами. А первая мера поддержки, получается, это какая была, кредит, который воспользовались? А вот сейчас я, подождите, думаю, да. Я думаю, да. И если не секрет... Лизинговые тоже финансовые инструменты, и кредиты, и лизинг, и... А если не секрет, какую сумму взяли, под сколько процентов и куда потратили деньги? Так, взял 3 миллиона, вроде под 5, вроде под 5 процентов, но и купил 2 автомобиля. Да. На сегодняшний день они уже выкуплены, кредит закрыт. Слушайте, у меня вопрос. Кто берет в аренду такие машины? Вот этот автомобиль сколько стоит в сутки арендовать? Ну, я думаю, от 8 до 12. Кто может себе позволить взять такую машину? В компании юридические лица. Ну, в основном, да, юридические лица. То есть машина, может быть, используется в каких-то представительских целях. То есть для поездок на встречи разнообразные. Ну, в основном, да, юридические лица. Приезжих очень много. Но наш, сахалинский, как бы, народ тоже берет такие машины, да. А за сколько покупали, если не секрет? 4 миллиона. Ну, плюс, как бы, страховка, плюс, как бы, дополнительные какие-то системы безопасности, системы защиты. Многие машины у нас, как бы, защищены бронепленки, да? Ну, такие дорогие машины. В каком году ее купили? В прошлом? В сентябре. На сколько процентов она себя отбила? 20-25. Итак, друзья, только что мы узнали коммерческую тайну из первых уст. То есть можно смело покупать, покупка отобьет себя вот эта вся история. Да, но могу еще, как бы, один момент. Ну, да, получать 25% годовых. То есть, да, примерно это нормальный уровень проката. Какие планы на будущее у вас, вот именно касаемо этого бизнеса? Ну, наверное, улучшение, как бы, автомобилей, то есть, поновее, постарее продать, поновее купить. Примерно так. Смотрим за рынком. В долю возьмете? 100%. Спасибо вам за содержательную беседу. Было очень приятно познакомиться. Спасибо большое. Островные представители бизнеса могут получить помощь не только в виде займа под низкий процент. Компании с положительной репутацией могут рассчитывать на безвозмездную поддержку. Руководство одного из автокомплексов областного центра уже воспользовалось субсидией. Десятки консультантов, сотни клиентов и полный склад запчастей. В далеком 2012-м на этом предприятии трудилось всего несколько человек. Однако со временем небольшой бизнес превратился в крупную организацию со штатом сотрудников почти 50 человек. Олег Ирий руководит отделом продаж с момента основания компании. Мужчина до сих пор не может поверить, что начиналось все с пары поддержанных авто. Мы начинали с привоза японских автомобилей на разбор, здесь же продавали их по запчастям, разбирали какие запчасти необходимы. Далее открыли автосервис для установки, сервис этих деталей. Также открыли магазин новых запчастей, поставки из Японии, из Эмиратов. Проблему с поломкой транспорта можно решить в одном месте. Команда опытных сотрудников поможет подобрать запчасти и оперативно устранить неполадку. При этом владельцу можно не покидать территорию комплекса. Практически все автоуслуги оказывают в одном месте. Недавно руководители компании подали заявку на поддержку. Крупному работодателю в помощи не отказали. На сегодняшний день в островном регионе действует несколько десятков мер поддержки. Помощью могут воспользоваться как начинающие, так и опытные предприниматели. Более подробную информацию можно узнать в центре «Мой бизнес». Он расположен по адресу улица Емельянова, 6. Вы посмотрели новости экономики и предпринимательства. Меня зовут Владимир Ильин. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова